Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. На развитие села в России необходим 1 триллион рублей. Смелую цифру назвал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Почему наша страна закупает половину продуктов из-за границы, а отечественные пашни остаются и вовсе неиспользованными? Поезд дружбы следует из Санкт-Петербурга в Пекин, чем запомнилась остановка в Новосибирске. На развитие российского села требуется дополнительно 80 миллиардов рублей в год. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в рамках правительственного часа в Государственной Думе. Это позволит выполнить поставленную президентом задачу, считает Ткачев. К 2020 году Россия сможет полностью обеспечить рынок отечественным продовольствием. На сегодняшний день по главным отраслям сельского хозяйства достигнуты неплохие показатели. Зерном, маслом, сахаром, картофелем Россия обеспечена полностью. Мясом, птицей, свининой более чем на 90%. А вот самообеспеченность по молоку пока лишь 80%. По говядине 75%. Тепличным овощам и фруктам мы обеспечены только на треть. Однако проблемы села нельзя решить без привлечения молодых профессиональных специалистов. Кадровый вопрос, который обошло вниманием правительства, самый насущный на селе. В этом убеждены депутаты от фракции КПРФ. Сегодня мы говорим о чем угодно. О коровах, о молоке, об урожае. Самое главное не говорим о человеке. О человеке. Где он живет? Как он живет? В каких условиях? И та зарплата, которую сегодня получает в селе, она же ниже средней по экономике в масштабах страны. Я уже не говорю, здесь говорили о республиках Северного Кавказа. Северная Осетия получает зарплату на селе меньше 5000 рублей. Ну кто пойдет? Какой специалист туда поедет? В 2016 году на агропромышленный комплекс в бюджете заложено 237 миллиардов рублей. По мнению Александра Ткачева, выделенные деньги являются слишком скромными и не могут обеспечить растущие нужды сельского хозяйства. В конце выступления министр попросил у депутатов в тысячу раз большую сумму. По большому счету нам нужен триллион для того, чтобы решить все наши накопивающиеся проблемы. Или как минимум половину этой суммы. Продовольственная проблема с каждым годом становится все более важной. Именно для ее решения огромное значение приобретает развитие сельскохозяйственной отрасли. Но Россия, являясь исторически аграрной страной, испытывает серьезные трудности в данном секторе экономики. Репортаж Алексей Шебалдина. Несмотря на то, что страна является признанным лидером по производству посолнечника и зерна, она закупает половину продуктов из-за границы. В то же время отечественные пашни зачастую остаются и вовсе неиспользованными. В ближайшее время ожидается только увеличение импорта продуктов питания в Россию. Наибольшую часть ввозимых товаров занимают мясо и консервированные овощи. В области животноводства, конечно, таких успехов нет. Есть даже отрицательные, потому что уменьшается количество животных, особенно проблемы с производством молока. В крае на поддержку сельского хозяйства 5 миллиардов выделяется средств, немного больше, 5 миллиардов, что на уровне хорошего года. Казалось бы, вроде бы ухудшения нет, и улучшения остались, цифры на уровне. Но инфляция в текущем году везде признана 13%. Поэтому говорить о том, что мы завтра тут что-то развернем, потому что, наверное, будет не серьезно, не серьезно. Но ситуация на рынке сельхозпродукции в России весьма специфичная. Наблюдается заметный рост цен на нее, несмотря на некоторые меры, предпринимаемые государством. Уменьшение пошлин на ввоз молока, увеличение пошлин на экспорт зерновых. Похожая ситуация не только с зерном, но и с молоком и мясом. Что такое импортозамещение? Значит, надо произвести какие-то виды продукции, которые мы закупали за границей, сегодня свое производить. У нас молока не хватает. Ну давайте возьмем такую область молоко. Это что, завтра мы захотели, дольная корова давала 20 литров, стало 30 литров. Но это глупость. Повышение продуктивности – это долголетняя работа. Сельское хозяйство в России давно балансирует на краю пропасти. Но мир переходит в эпоху, когда работа на земле становится прибыльной, а сама земля дорогой. Поэтому не использовать ее и не зарабатывать на ней – непозволительная роскошь. Алексей Шабалдин, Роман Бармин, Красная линия. Евросоюз приступил к обсуждению возможности приостановки Шенгенского соглашения о безвизовых границах в связи с миграционным кризисом. Если министр поддержит эту идею, то Еврокомиссия сможет рекомендовать закрыть одну или несколько внутренних границ в Шенгенской зоне на срок до двух лет. Коротко о других мировых новостях. Немецкий парламент одобрил участие немецких военнослужащих в операции против террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Германия направит в Сирию от 4 до 6 самолетов-разведчиков торнадо. Венесуэла предлагает для стабилизации цен на нефть сократить ее мировую добычу на 5%, сообщает ТАСС. Однако, по словам венесуэльского министра нефтяной промышленности, цена 88 долларов за баррель приемлема для Каракаса. Премьер-министр Турции Ахмед Давутаглу заявил, что его страну невозможно поставить на колени экономическими санкциями. Напомним, что отношения между Москвой и Анкарой обострились после того, как турецкие военные сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о лишении гражданства страны Михаила Саакашвили, передает ТАСС. Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 года. Он покинул страну в середине ноября 2013 года за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Более 40 человек стали подозреваемыми по делу о коррупции в ФИФА. Напомним, что ранее швейцарская полиция по запросу власти США произвела серию арестов, задержав 16 высокопоставленных чиновников. Российско-китайский поезд дружбы накануне посетил Новосибирск. Акция знаменует собой окончание года дружественных молодежных обменов между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Делегаты встретились с представителями администрации города и комсомольцами, от которых получили памятные подарки. Как мы с вами сейчас довольно тяжелое соположение в мире, и Китайская Народная Республика является нашим союзником. Мы надеемся и искренне верим, что эта связь будет только усиливаться с каждым годами. И так как Китай – это самая коммунистическая страна на данный момент в мире, мы надеемся, что мы можем принять у них опыт, не хочу, потому что там полезно для себя. То есть мы с комсомольской организацией, для нас это было бы очень здорово и полезно. Поезд дружбы следует из Санкт-Петербурга в Пекин. Его путь пролегает через такие крупные города, как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Улан-Батры. В ходе путешествия молодых активистов из двух стран ожидает образовательная и культурная программа, а также цикл мероприятий в принимающих городах. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго, до свидания.